Конечно, хотелось бы сказать о тех людях, которые имеют хронические заболевания сердца. Прежде всего, это гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, причем если особо она не контролируется, то есть это достаточно опасно. Это пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, это пациенты, перенесшие инсульт, это пациенты, имеющие хроническую сердечную недостаточность, но и без сомнения, это пациенты, которые имеют сахарный диабет, независимо от того, какой он компенсированный, декомпенсированный. Но более того, хотелось бы сказать о людях старше 65 лет. Здесь тоже, конечно, надо понимать, что есть определенный ряд противопоказаний для уже и возраста. До 6-7 лет не рекомендовано детей окунать в прорубь. Ну и кроме того, если кто-то глубоко верующий человек, что ребенка, конечно, нельзя окунать в прорубь, создавать контрасты очень быстро, тем более, если это впервые в жизни, особенно до 6 лет, потому что у них адаптация, вот эта стрессовая, она выражена еще в большей степени. И это могут быть неприятные, фатальные последствия. Если говорить о подготовке, идеально, конечно, если человек будет перед этим закаляться, и закаляться адекватно, да, то есть так как имеются определенные рекомендации, как это делать, там обливание водой, там все делать постепенно, потому что, в принципе, окунание в прорубь и окунание в холодную воду, да и просто если вы даже пройдете по морозу без варежек, это может привести к определенным последствиям. Ну, сегодня известно, что вообще охлаждение любое, да, быстрое оно или оно более длительное, это стресс для организма. Если человек не родился и не вырос на Дальнем Севере, да, на Крайнем Севере, то это одна ситуация. А если человек никогда этим не занимался, то, конечно, надо быть совершенно адекватным в этом плане. То есть это стресс, да, наступает вот этот холод, внезапно возникший, да, если человек к этому не готовился, там, не разогрелся перед этим, там, плотно не поел, там, не поприседал, но не до пота, то вот такая ситуация, она довольно частая. И что происходит в результате вот этого вазоконстрикции, то есть сужения сосудов кожи, повышается артериальное давление, увеличивается приток крови к сердцу. Если оно имеет какие-то проблемы, то это может привести к каким-то, ну, не очень хорошим последствиям. Если у вас коронавирус цветет и пахнет, то, конечно, купаться в крещении, думать о том, что вы излечитесь, у вас не будет последствий, это, конечно, миф. И я бы сказала, он очень вреден, потому что чаще всего все-таки мы имеем пациентов, которые переносят в основе, да, это именно пневмонии, то есть это воспаление легких по-русски, да, это вирусная пневмония, довольно тяжелая. И здесь еще, если будет вот такая стрессовая ситуация, сам коронавирус – это очень стрессовая ситуация для организма. А если будет еще и купание в проруби, то к чему это может привести, ну, страшно подумать. И так мы имеем достаточно высокую степень и летальности, и смертности от этого заболевания. Даже если человек перенес коронавирус, даже в легкой степени, вот буквально сегодня у меня пришло такое данное исследование, провели его американцы по поводу тромбозов. То есть мы знаем, да, что коронавирус, даже легкая степень, тяжелая степень, человек после выздоровления, он еще как минимум 35 дней имеет место склонность к тромбозу. То есть инсульты, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт. Эти данные сегодня абсолютно точно известны. И дело в том, что вот опять при стрессовой ситуации на холод может происходить сгущение крови. Опять же, организм старается себя защитить от этого переохлаждения. Сгущение крови, и это тоже может усугубить развитие тромботических событий, которые, к сожалению, сегодня не редкость.